Привет и добро пожаловать в шестую серию жизни на острове. Я начинаю именно сейчас, потому что в нашу ловушку наконец-таки попалась рыба и на протяжении многих серий пытался её поймать, но только сейчас у меня это получится, поэтому Теодор просто беги опорожнить ловушку и дети судорожно плачут прямо сейчас, поэтому нам нужно их покормить. Нет, нам нужно поменять пелёнки всё-таки, поэтому поменяй пелёнки. Давай, а то они прям ревут. Я думаю, что завтра мы уже отпразднуем день рождения и Теодор... Что творит Теодор? Я не понимаю. Теодор, отойди! А что с Рэйвен, кстати? Чё-то она не реагирует на мои запросы. Вообще никак, и я ничего не могу поделать. Что с тобой, Рэйвен? Алё? Так. Какая-то проблема случилась, поэтому мне придётся сейчас ввести код и... Я не вёл код, да? Тестинг читс. Тру. Ну, так я же его вёл. Установить объект. Ну, теперь ты можешь поменять пелёнки детям? Она не может поменять пелёнки! А, может, всё-всё хорошо. Хорошо. Достигнув второй уровень в навыке воспитания. Рэйвен теперь способен убеждать детей, делая домашние задания и твёрдо потребовать вести себя хорошо. Отлично. Поменять пелёнки, пожалуйста. И мы сейчас посмотрим, как Теодор будет ловить... И, кстати, он так классно плавает теперь боссом. Всё-таки навык фитнеса изменили. Нам изменили навык фитнеса, изменили также рыболовство, и это безумно здорово, ребятки. Я очень рад, серьёзно. И давайте мы посмотрим. Я даже ещё обновлённый навык садоводства не видел, так что... И систему. Там и навык, и система всё изменилась. И... Ого, сколько у нас рыбы, ребятки! В ловушку попали следующие предметы. Это сокровища в ловушке, потому что... Наконец-таки Теодор смог повысить навык до четвёртого уровня. Благодаря этому мы теперь ловим сокровища, и это очень здорово. Я думаю, что можно даже поставить две такие ловушки рядом. Рыба. У нас гупи, морской ангел и окунь. Вы прикиньте, сколько всего мы нашли. И... Да, мы всё это собрали, поэтому... Стрелиция. Это... Это цветок пламенного цвета, умеет летать и обычно летает во время зимних месяцев. Ребятки! Какой он дорогой! Мы просто обязаны его посадить. А с какого он дополнения, интересно? Стрелиция. Это из базовой игры, но он такой классный, редкий. Мы его посадим. Это цветок уж точно, но... Это я продаю. Это я... Продаю. Потому что с этого дополнения здесь, наверное, ничего нету. И это что у нас? Это окунь. Нет, окунь мне не нужен. И я просто обязан купить ещё одну ловушку. И я думаю, что... Ожидание рыбы бы того стоило. Поэтому... Их можно как-то совместить? Или лучше поставить вот так? Даже не знаю, как их поставить, но... Мне кажется, что так... Так рыба не будет попадать, если логически подумать. Я думаю, что вот так будет попадать. Поэтому пускай будет так. Так... Мы сейчас поставим ловушку здесь и поставим ловушку здесь. И Теодор сегодня работает и, возможно, получит повышение. Я этого очень жду. И Рейвен себя отлично чувствует. Но ей нужно сделать зов сирены, потому что... Некоторые потребности очень низкие. Я думаю, что... Может быть, мы позовём кого-нибудь. Но пока что никого нет, к сожалению. Можно было бы воспользоваться. Конечно. А, хотя я вижу... Хм, какая-то бабушка бежит. Она продавец. Но она не добежит сегодня до работы, потому что мы воспользуемся её потребностями. Да. Очень злорадно. И мы поставили ловушку, поэтому... У нас всё хорошо теперь. И Теодор хочет спать. И я отправлю его спать, потому что он очень устал. Он ночью работал. И рыбачить... Кстати, это не выполняется. Я не знаю, в чём проблема. Серьёзно. И Рейвен сегодня работает. Поэтому мы будем ждать. Возможно, она получит повышение. Невозможно, а точно. Так что мы этого подождём. Мне пришлось удалить мод командный центр. Потому что у меня были проблемы с карьерой. Какие-то очень странные. И я всё ещё не вижу бабушку. И солнце очень классно светит. Где бабуля? Почты ещё нету. Странно, что у нас до сих пор нет почты. И... Не знаю, платили ли мы по счетам. Наверное, нет. Потому что они каждую неделю приходят, ведь. И бабка, походу, не собирается к нам идти. Потому что я её не вижу. Может быть, она плывёт где-нибудь. Где бабка? Непонятно. Хм... Может, всё-таки она добежала до работы? Где работа, блин? Я потерял всё это. Вот работа. А кто тут работает? Тут вообще женщина какая-то работает. А бабка, походу, не собирается к нам идти. И мы получили повышение до земельного инспектора. Также она получает премию обработать спреем. Наконец, мы можем это сделать. И... Зарплата увеличилась на 70 миллионов. Поэтому... Мы должны приступать к работе через час. Как вы хотите поступить. Я вот думаю, до скольки она работает? До четырёх, да? Либо мы будем работать из дома, либо мы отправим её на работу. Вот это вот тяжело, конечно же, решить. Расскажите об охране. Но так как Теодор спит, поэтому мы не сможем ни с кем играть. Поэтому она работает из дома. И нам снова нужно исследовать пещеру. А, это новое задание. Мы ещё этого не делали. По заданию мы тогда просто исследовали природу, получается, Муапи Лам. А сейчас будем изучать именно пещеру. Поэтому... Это очень полезно, потому что мы нашли тогда русалочи... Эти... Русалочи водоросли. Поэтому нам нужно ещё достичь третьего уровня в навыке логики. А у нас какой? У нас второй. Как раз таки пускай она сейчас как-то попробует позвать всё-таки. Иди сюда, плавай здесь. Я надеюсь, что это получится сделать. Верно? Давайте тогда её позовём. Сейчас, подождите. Бабка, походу, не собирается приходить к нам. Мы её потеряли. Да. Она, видимо, испугалась. Хотя, вот же она идёт. Вон она идёт. Иди сюда. Смотри, она плывёт. К нам, оказывается, она плыла просто оттуда. Но она, оказывается, приплывёт. И наше действие всё-таки получится сделать. Верно? Получится или нет? Куда она плывёт? Плавать. Надеюсь, что получится всё-таки. Нет, походу, не хочет получаться. Совсем скоро Эдвин отмечает день рождения. И какого хрена она залазит к нам в дом? Чё за маньяк просто? Бабка-маньяк. Подождите, я её всё-таки сделаю зов сирены прямо сейчас. Рейвен, да... Почему она поднимается? Не понимаю. Что... Что с Рейвен сегодня не так? Видимо, она до сих пор не может пережить рождение двойняшек. И бабка вообще охренела просто. Я не знаю, что происходит. Почему они стоят? Вот что это? Вот что происходит? Рейвен, давай быстрей. Я всё-таки сделаю сейчас зов сирены в итоге. Потому что мы просто обязаны это сделать. Бабка раз рядом. И Теодор почему-то не спит. А, потому что дети плачут. А он как примерно хороший отец им поднял потребности. И надо это выкинуть. И, кстати, это тоже надо выкинуть. Хотя, постойте. Это можно будет разобрать на детали и улучшить потом предметы, если мы повысим навык. А мы уже можем улучшать. Поэтому... Нет, нужен очень хороший навык. Второй уровень нужен. Мы сможем повысить до второго уровня? Как вы думаете? В принципе, это всё возможно. И... Да, у него ужасные потребности. Просто ужасные. Но мы уже воспользовались бабкой. Поэтому мы можем уже работать. Достичь третьего уровня. Давайте прямо сейчас мы поставим ноутбук. И будем изучать вопросы экологии. Пока что. Ладно, это я выкину. Никакие детали нам не нужны. Так, а Тайдор, почему ты дремаешь, а не спишь всё-таки? Ложись спать. Я тебя умоляю. Давай, отдохни. Ты всё-таки работал. Зарабатывал деньги. У нас уже почему-то 1857. И что я купил? Я что-то покупал разве? У нас же было 3К. Я, наверное, что-то купил, да? Или у нас не было 3К? Чё-то я не понял, куда... Я не могу вспомнить просто, куда я потратил деньги. Но наверняка я куда-то их потратил. Вот только куда, это пока что не ясно. Ну ладно, у нас 2К. Так ладно, пускай будет 2К. Думаю, что мы заработаем денег ещё больше. И ребёнок снова плачет, поэтому... Что с ней не так? Я не могу понять. Покорми её из бутылочки, может быть. Проблема в голоде. И мы повышаем также навык логики, так что задание будет выполнено. И... Да, отлично. Так, Теодор, давай быстрей. Достигну тоже второй уровень, и ты... Ой, это не надо выключать, потому что на улице ещё жарко. На улице шестой день уже, это шестая серия, всё правильно. И на улице жарко. Так что... Надеюсь, что та бабка вернулась на работу, она уже возвращается. С очень плохими потребностями, но работа есть работа. Приходится работать, когда тебе очень плохо, но и что поделать. Давайте посмотрим, выросли ли у нас ананасы. Хм... Ананасы растут где-то здесь, и я надеюсь, что они выросли всё-таки. И кажется, нет. Всё ещё нет. Рэйвен теперь умеет готовить спагетти, торт, клубничка. Каким образом она только что повысила навык кулинарии? Скажите мне, пожалуйста. Мы ведь повышаем навык логики, а не навык кулинарии. Какого чёрта? Походу, Теодору дети вообще не дают спать. С ней опять что-то случилось. Мне не хватает внимания, мне кажется, поэтому... Давай-ка ты её полоскаешь. Поговорить, я не знаю. Покорчи рожице ей. Очень капризная девочка растёт у нас, а вот Эдвин вообще спокойный пацан. Нормально спит. Так, давайте мы съедим, да? Или не будем есть. Я не знаю, может быть, он умирает от голода. Воспользуйся туалетом, поешь это, и потом ложись спать. И всё-таки что-то с ней явно не так. А чё она плачет? С ней и так всё хорошо. Она просто придуривается, мне кажется. Поэтому сходи в туалет, поешь, а потом ложись спать. Всё, хватит с ней болтать. Она уже себя прекрасно чувствует. Оставь её в покое. Да, теперь она может спокойно спать. И почему-то Рэйвон очень долго это делает. И снова кто-то плачет. Но это уже пацан плачет. Так, что с ним? Он воняет, поэтому поменять пелёнки. Ох, с этими детьми будет, ребятки, безумно сложно. Я в этом просто уверен. И нам нужно исследовать пещеру, теперь осталось. И всё, поэтому мы отправимся в пещеру. Без этого никак. И в принципе мы всё сделали, поэтому... Надеюсь, что Теодор позаботится о себе. А мы отправимся прямо сейчас в пещеру. Исследовать её один раз. А потом будем собирать ракушки, выполнять свою жизненную цель. Потому что по ней нужно продвигаться. Так как там будет очень классный чертах характера, который даёт нам возможность никогда не напрягаться. А это безумно здорово. Поэтому отправляемся... Где будет ближе? Может быть, всё-таки отсюда будет ближе. И может быть, мы возьмём с собой нашу... Или не будем брать. Мы всё-таки дома устроим собрание клуба. Я не хочу устраивать там. И давайте мы подождём. Карьера эколога действительно очень классная, что реально можно ухаживать за природой. И сегодня также я бы хотел позвать призраков. Да. Мы сегодня позовём призраков, если Теодор выспится всё-таки. И нам нужно исследовать пещеру. Хорошо. Это что у нас? Ананасы всё ещё не выросли здесь тоже. Туалет. Оу, тут есть столик. А это что? Было бы здорово, если бы Рэйвен умела собирать побег. Но она пока что этого не умеет. И вот она пещера. Поэтому исследовать... Было бы неплохо также что-нибудь осмотреть, чтобы отправить в геологический центр и получить от этого что-нибудь. Но можно, кстати, анализировать образцы. Мы этого ещё не делали. Давайте на это посмотрим тоже. Пускай она будет исследовать. Чарующая песня. Чарующая песня плыла по извилистым туннелям пещеры, призывая персонажа найти её источник. Повернув за угол, она увидела русалку, очарованную собственной песней. Когда песня закончилась, Рэйвен поблагодарила русалку и там махнула ей рукой, прежде чем скрыться в ближайш... ближайш... блин... Что-то не получается сказать слово. В ближайшем озерце. Или... Да, всё правильно, озерце. А Рэйвен всю оставшуюся дорогу продолжала насвистывать новую мелодию. И мы ничего не получили? Получается. А, нет, хотя мудлет есть. Колыбельные сирены. Воу, на неё колыбельные сирены сделали. Прикольно. Теперь, хоть она испытала то, что она умеет делать, и... Я бы, наверное, хотел всё-таки анализировать образец, хотя нам пока что-то не требуется, но всё же. Давайте мы это сделаем. Мы кинули таблетку. Это, кажется, образец океана. И мы получили. Да, давайте ещё. Мы улучшаем экологию острова, поэтому это очень здорово. Ого! Вот это бомбануло, ребятки! Ой, что-то пошло не так. Рэйвен что-то добавила, что испортил образец, прежде чем были получены какие-либо данные. Это образец был из водопада, я помню. И давайте мы отправим это в научно-исследовательский центр пока что. И я надеюсь, что мы получим... Да, мы получим повышение. Боже, ребятки! Так легко повышаться по экологу. Мы уже получим четвёртый уровень, и... Это наш коллега, кстати. И он должен отображаться в отношениях как коллега. Да, отлично. Он наш коллега. Поцеловать руку? Откуда у меня такие желания появляются? Обсудить работу всё-таки. Знаете что? А может быть я подарю ему сейчас русалощи водоросли, и... Надеюсь, что она подарит одну, а не все. А если она все подарит? Вот это будет обломчик, конечно. Надеюсь, что одну. Да. Ура, одну. И может быть он её съест и превратится в русалку, я не знаю. Но типа, почему бы и нет? Восторгаться экологией. Распространить информацию. Нам не помешает, друзья, на самом-то деле, излить чувство о партнёре. Я думаю, что в принципе мы уже можем отправиться домой, так как мы уже выполнили свою работу, у нас всё хорошо. Поэтому здесь нам нечего искать. Да. Поэтому мы отправляемся всё-таки домой. Всё. Давайте. Может быть, Теодор уже выспался и мы сможем вызвать духов. Потому что с ними, кажется, нужно дружиться. Насколько я помню. Если мы с ними подружимся, то что-то будет там. Они могут нам что-то подарить. И... Короче, мы узнаем, как это всё работает. Я думаю, что это очень интересно. Но... Кстати, черта характера участка отличается от того, что мы будем... Ну, то есть, там будут другие призраки, а совершенно другие. И... Постойте, а я-то не поставил черту характера, да? Островные духи. Надо поставить это нового черта характера. Давайте поставим. Постойте. Так. Мы убираем это, потому что это больше нам не понадобится. И я поставлю сейчас Островные духи. Самое модное заведение. Нет. Островные духи. На этом участке поселились древние островные духи, которые часто навещают мир живых. Как персонажи будут с ними общаться? Ну, мы это ещё посмотрим. И Теодор... Теодор, кстати, немного поспал, но... Давай-ка ты всё-таки доешь печёные фрукты, и потом пойдёшь дальше спать. Потому что я бы хотел погрузиться с ним куда-нибудь, чтобы поохотиться на рыбу с гарпуном. И Рейвен уже здесь. Рейвен, мы... О, мы можем... Почему мы можем собирать урожай? Мы его не собирали, разве? Мы, походу, не собирали урожай, поэтому давайте соберём. Надеюсь, что она соберёт весь урожай со всего участка, верно? Да. Отлично. Всё это можно будет продать. И качество пока что мы... О, мы можем улучшить качество? Вот там написано, что можно улучшить. Разве нет? Ну, смотрите. Вот здесь что-то есть. Вот, видите, как генетика нарисована? А, тип... А, способствующий росту. Требуется второй уровень в навыке садоводства. А как его получить, собственно? Где у нас? У нас только первый. Полить тогда. Не знаю, как ещё можно получить. А, кстати, надо посадить стрелицию. Точно. Совсем забыл, потому что она очень дорогая. Мы разбогатеем с ней, я думаю. И... Неужели нужно было только полить одно растение? Видимо, да. Давай, полей это тоже. Нет, не надо искать ничего. Полей пока что. Потом будем искать ракушки. Я всё-таки надеюсь, что мы до конца сегодня найдём пять предметов в песке, чтобы двигаться дальше, потому что там будет ещё интереснее. И... Я продам, наверное, всё это. Корень кавы. Это тоже продать. Главное, не продать вот эти вот водоросли. Я даже не знаю, куда их можно поместить, чтобы не продать. И Теодор пошёл спать. Всё-таки так и не съел запечённые фрукты. И прямо сейчас мы начинаем собрание. Мы больше не встретили других русалок, которых можно было позвать в наш клуб. По крайней мере, пока что. Но, возможно, мы встретим кого-нибудь. А сейчас мы убираемся у нас на пляже и будем искать ракушки вместе. Да. Пока что только пришла... Как её зовут? Коломаина пришла только. Я запомню, как её зовут. Это уж точно. Потому что у неё очень интересное имя. Да у русалок вообще такие странные имена. Вот у этого чувака вообще вот... Укап... Укапанипа. Укапанипа. Сердце Сулани. И... Ребята, это... Это появились духи уже. Мы только поставили черту характера, а уже духи появились. И поэтому... О, походу, они вселяются в нашего Эдвина. Мы можем общаться с духами. Освободить духов и изгнать духов. Мы будем общаться с духами. Конечно же, с ними надо общаться. Зачем их изгонять, если мы их сами позвали. Поэтому... Это похоже, знаете, на призраков на охоту... На карьеру охотника за привидениями в Симс 3. Привет. А чего вы тут забыли? Они чем-то наделяют нашу Рейвен. Ща будет мудлет, я вам отвечаю. Так. Изобилие на острове. Духовная пища укрепляет дух и тело. Настроение для дарения. Вручение удачного подарка. Ну, это понятно. Это что? Распространение информации. Мы это не читали, кажется. Рейва надеется, что смогла пробудить любовь в окружающей среде или хотя бы, что ее услышали, ведь знание сила. И, ребятки, мы, кажется, получили питание на сколько часов? На два дня мы больше не будем... На два дня мы больше не будем нуждаться в питании. И это безумно здорово. Спасибо вам, духи, конечно, за все это. И давайте дальше искать ракушки. Мы, кстати, еще ни разу не делали скульптуру из песка, поэтому думаю, что стоит этим заняться как-нибудь как-нибудь потом. Да. Рыбы пока что нет. Яна пошла плавать. Надеюсь, что симы не могут воровать рыбу у нас из-под носа. И Теодор все еще спит. Дети себя чувствуют прекрасно, поэтому я буду ускорять и выполнять жизненную цель нашей Рейвен уборка на пляже искать ракушки. И возле нее краски свечения появляются, синие. Отлично. Так, давайте дальше. Уборка на пляже. Семь предметов уже есть. Уборка на пляже. Давайте еще. Сколько там уже? Уже восемь. Хорошо. Давайте еще. Девять. И последний раз. И мы сможем все это продать. И мы не нашли ничего, поэтому снова. Кстати, ребятки, как вам такая идея превратить на время Теодора в русалку? Как вы думаете, стоит или нет? Пишите в комментариях. Если вы за, то ставьте плюсик, если нет, то минус. И я посмотрю потом, что вы думаете насчет этого. И мне кажется, багнулась вот эта штука, потому что это не выполняется и меня отрасстраивает на самом-то деле. И кормить из бутылочки. Ладно, пускай покормит. А потом мы с ним отправимся повышать навык фитнеса, чтобы наконец-таки погрузиться уже за рыбой плавать. Нет, ты все-таки покорми ребенка. Кто плачет? Кормите с бутылочки. А Рейвен пускай сейчас почему-то у Капанипа игнорирует нас. Я не понимаю, почему. Видимо, он работает либо занят. Ну, а мы будем готовить сейчас гриль. люля-кебаб, я думаю, сойдет. Так хорошо, что есть рецепты. Реально, можно просто все из свежих продуктов делать. Хотя, постойте, там рыба, а мы знаем, что Рейвен не любит убивать рыб. Ну, не то, что не любит, она не любит вообще рыб кушать, потому что на Дитя Океана. Поэтому давайте что-нибудь другое. Запеченная картошка, допустим. И ты все? Нет, что-то с ним явно не так, поэтому поговори с ним. Ему нужно внимание просто. Ласкать. Наш маленький сыночек. Он, кстати, цветом кожи как мать, а наша Лив, она как отец получается. И куда она идет? А, она идет печь. Все хорошо. А где наша русалка, кстати? Она уплыла куда-то, видимо. Да, она плавает здесь. Ладно, пускай плавает, резвится. Главное, что она помогла нам, и это очень здорово, и можно было бы также сделать напитки. Так, сделать напиток. Сделать напиток. Новых пока что я не вижу. Вот это вот все из издания Digital Deluxe, насколько я знаю. Но ладно, мы запекаем картошку сейчас, потому что нам это нужно по жизненной цели. Сейчас сколько на готовим еды, чтобы Теодор просто объелся. И давайте мы прыгнем, чтобы плавать. да, будем развивать навык фитнеса пока что. И Рэйвен развивает до пятого уровня навык кулинарии. Она теперь также получает доступ к навыку изысканной кулинарии, и при готовке будет получать настрой грамотный повар. Рэйвен просто молодец. Мы готовим еще что-нибудь. И гриль. Жареная курица. Думаю, что никто не откажется от жареной курицы, поэтому это будет безумно вкусно, я думаю. Поиграем пока что от первого лица, потому что Сулани от первого лица выглядит просто бомбезно. Может быть поиграем от первого лица за... Да, вау, вот это здорово, ребятки. Вау, мне нравится. Я просто хочу помолчать и посмотреть как он плавает. Почему-то смотрит туда. И вы посмотрите на это, ребята. Ладно, хватит. Да, повышаем потихонечку свой навык. Он, кстати, когда плавает тратить свою энергию, поэтому нужно быть с этим осторожным, так как силы могут утонуть. Мне бы этого не хотелось. И говорят в коктейль-баре нас Мако зовет в коктейль-бар, но спасибо, конечно, но мы не можем. И мы готовим еще что-нибудь, допустим. Можно даже яичницу приготовить, но может быть, может быть, лосось нельзя, мы только не кушаем. Гамбургер. Да, надеюсь, там нет рыбы. И это все мы поставим в холодильник, безусловно. Мы нашли новую ракушку и скоро мы просто найдем все виды ракушек, я в этом уверен. Так, это что у нас? Запеченная картошка, сердце с улани мы продаем. Это мы ставим сюда и в принципе давайте посмотрим на нашу коллекцию. Коллекция, 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 коллекция. Осталось найти только два вида ракушек, это вот это и вот это и все, ребятки. И возможно мы получим какую-нибудь награду за это, было бы очень даже неплохо. Реально, вот было бы очень даже неплохо. И да, я не понимаю, с какой скоростью она повышает навык кулинарии. Теперь умеет готовить торт конфетти и чили, еще она теперь умеет делать новые интересные трюки. Я поставил просто черту характера участка уютная атмосфера, она помогает развивать навык, но все же так быстро. Мы, блин, садоводство повысить не можем, оно шестой уровень кулинарии. И бутерброды с овощами. И это все, кажется. А, хотя мы уже, зачем мы готовим? Мы и так выполнили все. Отменяй давай, выбрасывайся. Она могла оставить просто так. Исследовать пещеру пляжа, что мы уже делали, и найти зарытое сокровище. Отправляйте на пляж, нажмите на него. И блин, нам снова надо будет отправляться, исследовать пещеру, да. Искать, нам нужно искать что-нибудь. Нет, нужно искать именно сокровище. А как найти сокровище? Искать мусор на пляже. Что там написано, кстати? Персонажи искать ракушки на пляже. Персонажи могут использовать красным буйом в море, чтобы купить компас сокровищ и иметь возможность нырять за сокровища. Но нам все-таки нужно искать ракушки вместе, поэтому мы будем снова искать их, чтобы найти что-нибудь. И Теодор до сих пор не повысил навык. Я не понимаю, что с ним не так? Плавай. Осталось совсем чуть-чуть, Теодор. Давай уже добей навык. Ребенок плачет, поэтому думаю, что пришла очередь наша Рейвен ухаживать за ребенком и поменять пленки. Давай. Да, духи нас благословляют и мы можем не есть целых два дня и блин, там наверняка может попадать что-то новенькое, допустим, не спать два дня, там еще что-нибудь, я не знаю. Но они нам помогают. Чайка, воровка, злорадная морская птица, ну, ясно, ясно. И мы, наверное, мы не успеем уже вызвать духов, я не понимаю, ребят, времени не хватает, поэтому давайте в следующей серии, потому что эта серия и так была насыщенная и в следующей серии мы тогда призовем духов с помощью этого действия. Я все вас завтраками кормлю, кормлю, но ничего страшного. Все успеется, все постепенно. Надеюсь, она не спугала лиф. Все, она себя хорошо чувствует, давайте дальше искать. Наконец-таки Теодор получил навыки, он почему-то замерз. Наверное, осень приближается и уборка на пляже, искать ракушки вместе. что такое с ним. Внезапный холодок от плавания Теодора оказывается в неожиданно холодном месте в воде, так что можно получить судороги и умереть вообще-то. Но да, он не успеет уже погрузиться сегодня за рыбой, но гарпун я, наверное, покупать пока что не буду, если я его уже не купил. Я его еще не купил, поэтому мы купим его чуть позже. Давайте, я уже отправлю его домой, пускай пока что поспит часок, пока у нас есть время. А мы будем дальше искать сокровища. Что мы найдем, интересно? Ничего, видимо. Искать мусор на пляже. Нет, ракушки ищем. Дальше. Глобус. Глобус? Чего? Какой глобус? Она нашла глобус. Ну, ладно. Даже такие сокровища можно найти. Прикиньте. поиск. Давайте дальше. Ну, очень тяжело, видимо, найти. У нас не получается. Но мы должны это сделать. Найти зарытое сокровище. Мы все делаем правильно. Хотя, знаете, как она могла бы сделать? Есть вариант намного проще, вот серьезно. Давайте мы сделаем так. Подводная, ну, мы же не будем тратить все деньги, нам нужно строить детскую. Эх, значит, варианта полегче, варианта полегче с ней не будет. Я думаю, что мне уже пора заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, так заглядывайте мое сообщество. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok